Трудно представить себе более загадочное место на Земле, чем Марианская впадина. Марианский желоб, как его еще называют ученые, считается на сегодня самым глубоким природным образованием. Но даже на такой глубине, где давление водяного столба способно буквально раздавить кости человеку, существует множество видов живых существ. Некоторые из них загадочные и пугающие. В этом видео я предлагаю тебе не просто рассмотреть этих странных и жутких существ, а нырнуть за ними вместе со мной, погрузившись от относительно небольших глубин до многих километров под уровнем моря. Медузы весьма распространенные животные, так что встречаются и в морских глубинах. Бентакодон любопытна тем, что у нее, в отличие от других медуз, нет сидячей стадии истрекательных клеток. Иными словами, она всю свою жизнь проводит как планктон, свободно плавая в толще воды. Еще одна любопытная деталь бентакодона — красный купол, который, по идее, должен демаскировать ее, но на деле действует как раз для маскировки. Эта медуза ест крошечных животных, многие из которых обладают биолюминесценцией. Светясь внутри нее, они выдавали бы ее хищникам, а непрозрачный красный купол как раз спасает от этого. Еще один обитатель этих глубин — малоротая макропина. Известна людям с 1939 года, когда морякам удалось выловить ее в Тихом океане. Однако из-за резкой смены давления ее и без того странное тело, подвергшееся деформации, привело исследователей к мнению о том, что это просто изуродованная рыба-мутант. Ее глаза находятся в толще прозрачной головы и направленной вверх. Так рыба умудряется издалека высматривать силуэты мелкой добычи. Сама по себе прозрачная часть головы имеет форму чаши, что, судя по всему, помогает уловить даже самый тусклый и рассеянный свет. Наверняка ты видел фото акулы домового, растиражированной из-за потрясающей отвратительности этой рыбины. Ее нос уродливо выдается вперед, а челюсти способны немного вытягиваться, как у чужого. И довершая картину, ее зубы похожи на острые иглы. Очевидно, чтобы тебе еще хуже спалось. Намного меньше известно то, что оригинальный цвет этой акулы розовый. Точнее, ее кожа полупрозрачна, так что находящиеся у поверхности капилляры просвечивают. Еще менее малоизвестный факт, печень акулы гоблина, как и у плащеносной акулы, до которой мы еще дойдем, просто огромной достигает четверти массы тела. К тому же она живородящая, так что если до этого тебе не было жутковато, представь себе целую стаю маленьких акул-гоблинов, которые хватают тебя за ляжки на километровой глубине. Плащеносная акула. Великтовое животное, живое, ископаемое, сохранившееся почти неизменным на протяжении 80 миллионов лет. Ее тело напоминает тело угря, вытянутое и невероятно гибкое. Что еще страннее, охотится она во многом, как сухопутная змея. Подкараулив жертву, эта акула выстреливает своим телом, словно какая-нибудь гадюка, хватая свою жертву. У плащеносной акулы большой рот, в котором находится 300 зубов, напоминающих якоря по форме. Еще удивительнее гибкость этой акулы выглядит, если посмотреть на ее внутренние органы. Ее печень просто огромна, благодаря ей рыба балансирует в толще воды и, казалось бы, должна сильно мешать во время движения. Но, судя по всему, плащеносная акула стремительно вопреки своей анатомии. Рыба топорик – весьма удачное название. Она действительно похожа на топорище по форме, да еще очень тощая и обладает блестящими чешуйками, из-за которых их поверхность кажется металлической. Но самое крутое в них – это их мастерский камуфляж. Топориковые обладают светящимися участками, так называемыми фотофорами, что, казалось бы, не самая удачная стратегия для тех, кто прячется от хищников. Хитрость заключается в том, что фотофоры у топориковых направлены вниз, они зеленоваты и светятся так, что сбивают противника с толку. Если смотреть на этих рыб снизу вверх, они будут сливаться с поверхностью воды, поскольку оттуда тоже поступает небольшое количество света, таким образом полностью маскируя рыбу в толщу воды. Чертовски хитро. Рыбой, которая охотится с помощью белиуминесценции, вроде удильщика, уже никого не удивишь. Но похожие на них и диаканты имеют несколько примечательных отличий. У них угреподобное верткое тело, невероятно растягивающаяся челюсть и светится не только удочка, но и участки позади каждого глаза и за челюстями. Кроме того, светятся хвост и плавники, а также два ряда огоньков вдоль боков. По-настоящему уникально эта рыбина делает то, что она светится красным цветом, что большая редкость на глубинах. Выглядит она, конечно, как новогодняя гирлянда. Амфитритус пеладжикус – осьминог, который уникален по нескольким причинам. Во-первых, он почти полностью прозрачный, из-за чего его легко спутать с целлофановым пакетом. Во-вторых, он предпочитает плавать не горизонтально, как другие осьминоги, а зависнув в вертикальном положении. Чем, кстати, напоминает аппарат Deep Sea Challenger, на котором режиссер Джеймс Кэмерон спускался на дно Марианской впадины. Судя по всему, это его стратегия по уклонению от хищников, так им тяжелее всего обнаружить прозрачное существо. Самое же любопытное – его глаза. Амфитритус пеладжикус – единственный из осьминогов, который обладает телоскопическими глазами. Они довольно сильно выдвигаются вперед и помогают ему широко обозревать пространство вокруг. Настоящий гений пряток и камуфляжа. Официально эти удивительные животные называются оседаксы, а не официально зомби-черви. Это многощетинковые черви, которые живут на огромной глубине, питаются падалью и выглядят довольно жутко, за что и получили свое прозвище. Их внешность действительно необычна. Червь больше напоминает растение, которое произрастает прямо из костей мертвых животных. На конце этого червя ветвятся щупальца, посредством которых он дышит, а у корней есть небольшой вырост, в котором живут бактерии-симбионты. От этого мешочка вглубь падали растут корнеподобные отростки. В общем, все это слегка похоже на лук, который растет на трупах на глубине 3000 метров. Эти черви питаются костями крупной падали, предпочитая китов. Их симбионты как раз необходимы им для разложения и поглощения костей. Размножение зомби-червей тоже примечательно. Крошечные самцы поселяются в теле самки и находят путь к ее яйцам, оплодотворяя их. Затем самка выбрасывает оплодотворенные яйца в воду. Обычно у губок нет проблем с питанием, они поедают лишь микроорганизмы. Однако придонная жизнь на большой глубине заставила их научиться питаться многоклеточными. И Чандокрадия лампадиглобус, получившая прозвище «пинг-понговое дерево», за свои шарообразные псевдоплоды научилась есть относительно крупных животных самым странным образом. Шарики, болтающиеся в воде, обладают множеством микроскопических крючков. Жертва, как правило, мелкие ракообразные, застревают в них и постепенно погружаются в шарик, после чего оказываются переваренные клетками, напоминающие хомёк. Иначе говоря, это животное действует скорее как колония микроорганизмов. У Чандрокладия лампадиглобус есть дальнеродственник губка лира, которая действует по тому же принципу, только напоминает экзотический струнный инструмент. Самая забавная из всех глубоководных тварей. Собственно, из-за своей забавности и плавников, напоминающих слоновьи уши, этот осьминог и получил свою известность и прозвище. Однако, кроме необычной внешности, он имеет несколько любопытных черт. К примеру, он, судя по всему, единственный из собратьев, кто глотает добычу целиком, не разжёвывая. Кроме того, дамбо-зотничный осьминог, то есть его щупальца срослись в единый плавник. Уши, общая форма тела и умение мощно выдувать воду через сопла делают его стремительным хищником. Сейчас он, как обычно, плавает медленно и даже деликатно, но, увидев добычу, он превращается в живую торпеду. Марианская впадина – одно из самых загадочных мест нашей планеты, которое так и не поддалось полному её изучению. Существует множество теорий о том, что на дне впадины обитает множество неизвестных чудовищных существ, неведомых рыб и реликтовых обитателей глубин. Кто знает, может, на дне Марианской впадине живут существа, вид которых и вовсе не поддаётся нашему воображению. А что ты думаешь? Пиши в комментариях и пока!